Спонсором данного видео является сообщество по накрутке ресурсов в мире юрского периода. Здесь вы сможете приобрести все виды ресурсов по ценам ниже низких. Помимо стандартных ресурсов вы сможете повысить свой уровень в игре, а также приобрести кубки в сражениях за эксклюзивное животное. Ссылка на данное сообщество и на сообщество канала будет находиться в описании к видео. Всем приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Новую Банитозауру, если можно так выразиться. Ну как, новую, просто прокачаем ее до 20 уровня. Отлично. Так, в общей сложности банитозавра получается серого поменяла цвет на такой, ну, синий, и сверху тело у него получаются такие вот желтые, натечные такие пятнышки. Ну и вот этот вот ее костные выросты такие вдоль спины. Где-то фиолетовый, где-то вот светло-синего цвета. Вот как-то вот такие изменения. Статистика очень плохая, конечно же, что слабенький динозавр. Так, это вот какие-то миссии тут вышли, я так понял. Ну, тут особо, не особо крупные награды, но для кого-то лишним, как скажем, не будет. Ну, отлично. За Сарказуха можно сразиться. А вот это неплохой такой наборчик. Я бы не отказался еще от парочки таких. Так, ну что ж, ладно. Ну, это у нас за лазавр еще 27-й там. Так, предлагаю. А, что я предлагаю-то? Вначале давай посмотрим животное, потом уже пойдем в битву. Так, вот сейчас прокачаем спинозавра как раз. О, класс, опять. Так, что ж, продолжаем. Вот он опять здесь, в клеточке у нас. Скачаем нашего приятеля. Теперь он такой синенький будет. Это прикольно, прикольно. Так, что ж, продолжаем. Три звезды уже даже. Так, вот такой у нас спинозавр. Теперь у него везде всякие полосочки. Значит, здесь такой бледно-серый, потом идет синий, сверху паруса красным цветом. Так, это очень красиво, конечно. Но первый окрас был, по сути, из фильма, поэтому как-то нравился больше, что ли. Но это тоже очень красивый скин такой. Ну, я думаю, да, уж неплохо раскрасили. Так, вот так. Отлично. Спинозавр прокачан. Кто там давно просил, вот, пожалуйста. Конечно, не до максимального уровня. Ну, что ж, поделать. Так, еще один похеринозавр. Так, и через динозавр. Самое важное, по сути. Классно. Класс! Супер! Куда бы тебя поместить, друг? А вот сюда прямо. Благо, место теперь есть. Ух ты, прикольно. Весь такой в перышках. Те динозавры, по сути, во многих источниках пишут, что это тераподный динозавр. То есть, он что считается тераподом, ну, тераподного строения хотя бы точно, если судить. Вот. И считают, многие считают, что он все-таки мог питаться, ну, мясной пищей. Там, допустим, маленьких ящериц поедать, что-то такое, как вот эти, вот, орнитомимозавры. Как големимус, допустим. Вот. Кто-то считает, что он вообще был чисто плотоядным. К растениям не... Пристрастия не имел. Но, судя по строению зубов, такой вот, листообразной формы, как у зауроподов, он все-таки обдирал листву, а вот эти когти ему служили лишь для притягивания ветвей. Ну, и для защиты, естественно. Вот. Значит, были обнаружены когти его в 1948 году в Монголии. Вот. А в 54-м были найдены еще дополнительные каменелости и описаны, собственно говоря, новые роды динозавров. Вот. Среди этих динозавров он на данный момент самый крупный. 10 метров в длину, в росте около 5 метров и вес около 4-5 тонн. Вот. Длина конечности около... Что-то там... 2 с лишним метра, 2,7 что ли. Вот. Бочкообразное туловище, маленькая голова, длинная шея. Длина когтей от 70 до 90 сантиметров. Там вроде несколько видов присутствуют, поэтому зависит от вида. Ну, от Сангарса все что. Про него можно пока такого сказать интересненького. Давайте посмотрим, какие у него движения. Так, это он нагибается. Как бы, да, мы его гладим где-то там, непонятно, по шее что ли. Ну, человек должен быть крупный, чтобы его так гладить. Даже не цапнишь меня когтками своим. Ну, ладно, давайте покормим. Во, 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 во. Это прикольно. Классно, классно. Вот что-то они делают правильно, а, и вот это вот очень радует. Случайно? Классно. Уважаю вас, ребята. Терезинозавра удался я, грубо говоря. Грубо говоря, да. Так, это все можно выводить бесконечно. Так, вот я предлагаю скафагната взять. А сюда я своих бы этих, поместил бы каких-нибудь. Да, вот этих мне надо качать. Я просто не знаю, когда выйдет следующее видео. Может, как раз там уже каких-нибудь водных животных попробуем. Так, ладно, теперь предлагаю пойти в битвы, так как больше-то... А, нет, есть еще кое-что, что можно вам показать. Это... Все, вот. Бестро. Это вот это, покупайте за випачки, которые... Вот тут скамеечки стоят, твердцы. Все, кстати, более прорисовано, чем обычное строение, допустим, в парке. Вот эти строения более прорисованы. Так, и вот эта юрзанка. Это вот здесь... Ну, это здесь можно скалолазить. Здесь вот вы спускаетесь. Здесь еще сетка внизу. Там тоже лазить можно, я так понял. Ну, такая, знаете, для этих... Для всяких альпинистов, там, кто любит полазить, для детишек всяких. Вот. Так, ну давайте в битву зайдем. Вот этих все две пройдем. Чудовище глубины шоу-арены. Так, ладно, подобрали себе команду. Сразу атакуем. Это ты зря, приятель. Ага, уничтожил меня, типа, да? Ну, и теперь я тебя уничтожу. Так вот, быстренько уничтожили его. Так, сколько опять там награды? Опять 50 ДНК. Это уже не смешно даже. О, 30. Ммм. Куда же тратить такое богатство? Блин, я вот думаю, кого бы взять? Не-не-не-не-не-не. Лучше тогда вот этого, да. У него всякий пожарный. Потому что там этот Эдестус, у него здоровье приличное. Атака не очень, конечно, но здоровье приличное. Так, сразу атакуем, естественно. Ах ты какой дерзкий, Вася. Так, ну на два раза тебя, ну на две атаки мы тебя сразу уничтожим. Ты можешь у меня Дунклеистей уничтожить. Тебе это особо, конечно, ничего не даст, но ты можешь попытаться. Ну, я так и думал. Ну и прощай. Отлично. Давайте мои 30 ДНК. Ради которых я тут весь геморрой устраиваю. Спасибо. И последнее. Так, это уже интереснее. Шикарно. Как-то это что-то легко, если честно. Не говори, гопка пока не припрыгнешь. Не говори, гопка пока не припрыгнешь, конечно, но... Все равно как далеко. Так, ну атакуем тебя сразу. Фига ты где, какой зубастый. Че творят, а? Уродов каких-то творят, вот, может, просто. Это ты зря все делаешь-то, зачем? Мне интересует, почему два противника, а не три. Обычно они делали один, два и три. А сейчас стали два-два-два везде делать, это страх. Ах, черт. Ну ладно, ты все равно труп. Так вот, легко заработали набор. Давай-давай-давай-давай-давай. О, отлично, еще один Афиакадон. Скоро мы... Нас... Нас на этот, на сороковый уровень... Ой, че, и это? Классно. А че это вдруг два набора? Че за акция такая, я не понял. Так, ладно. А, везде тернозавра надо пихать? М-м-м, ну ладно. Ничего себе мощное. Кстати, да, я постараюсь в последующем видео уже начинать этих турнирных, которых выигрывали в турнире, и VIP-животных уже показывать вам. Потому что че это они там лежат у меня. Пылятся. Ах ты жук! 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 Отлично, и последний день на Хейвер. Это еще один Терзинозаврит вроде бы... А, нет, это... А, я точно не помню, к Иртамимазаврам вроде относится... Гигантский такой... Предок. Ну как предок? Еще... Рот... Животных такой. Ну он это турнирный, он у меня есть, надо его просто вывести. Надо найти на все это время. Вообще не знаю когда... Просто тут я вроде у себя дома уже на родине отдыхаю как бы... Но все равно что-то... Пока с друзьями там где-то походишь, там уже вообще время летит только так. Ну сейчас этот Терзинозавр и опять сольют. Он слабенький какой-то на двадцатом уровне, если честно. Нафига цератозавр размером больше Терзинозавра? Че за фигня? Дааа пипец. Дааа пипец. Дааа пипец. Ну естественно, давай еще уничтожь меня. Что-то непонятно, что он сделал там, конечно. Ну, я сделаю вот так и так. А, ну всё, ты труп. Я почему-то так и думал. Наверное, тоже прощай. Да. Так быстро всех вынесли опять. Всё, это уже смотрелись. Теперь, кстати, удерживать надо. Раньше просто нажимаешь и всё само. Всё ещё удерживать. Мы всё же обнаглели, оборзели уже в конец, в край вообще. Так, понятно. Ну, сейчас опять, надеюсь, никакого геморроя не будет. А, да почему вы все так делаете? Почему ты не сохранил жизнь своему собрату? Ух ты какой, дерзкий опять. Так, а что этот предпримет? Непоняточки, непоняточки. Ну, я думаю, я тебя вынесу. Ага. Как раз. Мне больше-то и не надо. Отлично. Так, кто здесь у нас? О, ещё один иритатор. Тоже, возможно, скоро достигнет уже 40 уровня. Так, и этот опять набор. Вот, это ангазавр. Ну, вряд ли я его прокачаю. Мне вроде ещё одну придётся покупать. Так, надо кое-что посмотреть. Нет, не сюда посмотреть. Вот сюда посмотреть. Да, в следующем видео вы увидите архелона на 30-м уровне эволюции. Новое животное. Птерозавр. Скафагнат. Этих я как-нибудь так-так-так. И ещё я предлагаю слишком мало же, да, получается. Я каких-нибудь животных понадобавляю, чтобы показать вам ещё какие-то улучшения. Но новых видов будет один. По одному новому виду буду как-то показывать, чтобы как-то, ну, не знаю. Если много в одной напихать, это, конечно, может быть и будет интересно. Но у меня полно ещё и других дел, помимо того, чтобы вам животных показывать. Ну, будем качать уровни морских, не только же сухопутных нам качать. Вот. Ну, вот такие пока планы. Надеюсь, это видео вам понравилось. Лайк, подписка, вступайте в группу канала. С вами был Дарт Сидиус. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. До скорых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok